У населения осталось прежнее отношение к использованию природных ресурсов, прежнее потребительское отношение к природе. Местное население привыкло только брать, брать и брать, и ничего не отдавать взамен, ничего не делать. Но сейчас мы сталкиваемся с деградацией природной среды, с деградацией русла рек, с деградацией животного и растительного мира и таким, знаете, динамичным потреблением природных ресурсов, что необходимы экстренные меры, в первую очередь у самого населения, чтобы население несло ответственность за свою деятельность. Потому что очень часто у нас очень хорошая, сильная законодательная база. Но очень маленькие штрафы и не хватает ресурсов, чтобы следить за порядком. У тех ведомств, которые должны это делать. Поэтому необходимы, может быть, какие-то решения, которые должны приниматься на уровне правительства, для того, чтобы население более грамотно, более рационально относилось к природным ресурсам. В первую очередь к воде. Значит, конечно, знаете, когда у людей есть какие-то проблемы по организации своего жилья, быта, необходимо накормить детей, необходимо построить дом, необходимо растопить очаг, чтобы согреть свою семью. Не возникает вопрос, что делать и где делать. Они могут срубить последнее дерево, они могут отвезти последнюю воду к себе на территорию, использовать ее для полива какого-то поля, чтобы потом получить урожай. Или могут подстрелить последнюю антилопу, которая обитает где-то поблизости, или последнего оленя. Они не будут задумываться об этом. Им нужно будет накормить свое население, свою семью. Поэтому, конечно, здесь необходимы меры для того, чтобы население имело альтернативные возможности развития какого-то производства. Например, развитие ремесел, например, развитие туризма. У нас очень прекрасная природа, и есть большой потенциал для развития экологического туризма, исторического туризма, природного туризма. Продолжение следует...